Италия, Турин. В 20 километрах находится гора Музине, которую считают самой известной в Европе аномальной зоной. Здесь часто наблюдают НЛО. Гора Музине это потухший вулкан, который скрывает множество пещер, многие из которых остаются до сих пор неисследованными. В районе Музины часто видели НЛО, а также блуждающие окни, разноцветия, которые привлекали внимание прохожих. Кроме того, у подножия горы очень бурная зелень, которая постепенно к вершине совсем исчезает. Много раз пробовали посадить там лес, но ничего не вышло. Это место всегда было окружено легендами. Газеты периодически публикуют интервью с людьми, которые видели над горой странные летающие огни. В центре горы есть островок, совершенно без растительности. Зелень появляется только на высоте 800 метров. Даже пилоты МЧС и сверхлегких самолетов, пролетая здесь, имеют проблемы с компасом. Компас как будто сходит с ума. Музине давно интересуются уфологи. Они считают, в ее недрах спрятана база НЛО. А странные древние рисунки на склоне горы указывают пришельцам место посадки. Между 1962 и 1967 годами в районе Музине и долины Суза было замечено немало НЛО. Один из объектов преследовал пилота гражданской авиации. Этот же самый НЛО был зафиксирован радаром аэропорта. Склоны горы изрезаны странными пещерами. Что скрывается в них не знает никто. Местные жители стараются обходить Музине стороной. 56 студентов решили провести ночь в пещерах горы Музине. И после полуночи они выглянули из своих спальных мешков, потому что увидели лучи зеленого света, которые выходили из горы. Они настолько испугались, что убежали оттуда, побросав палатки. Сегодня изучением НЛО в Италии занимаются три организации. И самая известная из них находится в Турине, недалеко от горы Музине. В Турине находится один из важных центров, признанных на мировом уровне. Итальянский центр изучения НЛО, ЧИЗУ. Центральный офис здесь. Другой национальный центр изучения НЛО находится в Риме. Но этот основан раньше, в 60-х годах прошлого века. Ведь над Турином фиксируется самое большое количество НЛО в Италии. Турин считается городом тайных обществ. Исследователи находят здесь следы масонов, тамплиеров и иллюминатов. Возможно, что и сегодня, время от времени, в Турине проводятся тайные обряды. Посвященные говорят, что у них есть контакты с внеземными цивилизациями или с древними цивилизациями при помощи неких таких, ну, как бы сказать, практик, типа ухода в нирвану, открытия там третьего глаза. Ну, это знают посвященное. Мы до этой степени не дошли. До сих пор никто точно не знает, кто по происхождению жители Турина. По одной из древних легенд, Турин был основан египтянами. В ней говорится, что египетский принц прибыл из далеких земель и впоследствии умер на реке По. У этой древней легенды много интерпретаций, в том числе и греческих, латинских, египетских. По ней Фитонте, сын бога солнца, и зародил зерно Турина. Как рассказывают местные предания, когда-то в Турине стоял храм египетской богини Изиды, а ее культ считался священным. Одна из легенд говорит, что Турин образован на месте падения Аполлона с карета своего отца, колесящий по небу. В месте падения был построен Турин. Другая же говорит, что египтяне, расширяя свои владения, пришли в Лигурию. Затем, перейдя горы, добрались до Пьемонта и основали вместе слияние рек По и Доры городок. Они принесли с собой их божество и создали первую эмблему Турина – быка. Что же на самом деле упало в окрестностях Турина тысячи лет назад, позже названное в легендах богом Аполлоном? И почему египтяне так стремились в эти места? Это какое-то захолустье было для них вдали от Нила, на более чем на тысячи километров. И все-таки они стремились. Они совершали какие-то обряды, о которых есть упоминания в истории. В этих пещерах проводились поиски. Что они там искали? Есть мнение, что они искали какие-то артефакты ушедших цивилизаций. Возможно, это было связано с Атлантидой. Может быть, еще с более древними цивилизациями. Считается, что Турин был основан во время правления в Египте фараона Тутмоса Третьего. Члены тайного общества розенкрейцеров считают, что их учение берет свое начало от мистерий этого правителя. Кстати, именно в Турине в 19 веке был основан первый в мире египетский музей. Один из важных элементов легенды о магии в Турине – это дворец, который находится за моими плечами. Это дворец Академии наук, в котором находится один из важнейших музеев Египта. Второй по значению после музея в Каире. По странному совпадению, именно статую Тутмоса Третьего привезли в Турин вместе с другими памятниками его династии. Но и сегодня до конца неизвестно, каким образом мумии египетских фараонов попали в Италию. В музее хранится туринский папирус. Один из самых важных артефактов, который хотя бы отчасти позволяет пролить свет на загадки строительства египетских пирамид. Ведь согласно этому списку, египетские цари ведут свою династию от неких высших богов. Возможно, атлантов, а может быть и пришельцев. Турин получил славу магического города. Конечно же, любые истории всегда преувеличиваются. Среди них есть одна – о том, что в алхимических пещерах спрятан сильный талисман. Ходят слухи о пребывании в Турине Нострадамуса. Турин, в прошлом к тому же и столице Италии, видел немало чернокнижников и потому был назван магическим городом. Пьяцца Кастелло – площадь, которую называют белым сердцем Турина. По мнению эзотериков, именно на пьяцце Кастелло между статуями Касторе и Палуче проходит граница белой и черной магии. Говорят, что есть географическая граница между белой и черной магией. Нельзя сказать, что она четко определена. На пьяцце Кастелло находится точка положительной силы. Это настоящий центр Турина, где собирается позитивная энергия. А на пьяцце Статута находится точка зла. Это подтверждается еще и тем, что на пьяцце Статута было место казни, где приговоры приводились в исполнение. Именно там был найден некрополь. Рядом находится еще одно место, где вешали людей. Это и есть черное сердце Турина. Говорят, что оно бьется на пьяцце Статуто. Здесь, под фонтаном, место сосредоточения всех темных сил города. На вершине фонтана Фрежус – ангел. Но именно его называют двуличным Люцифером. Считается, что звезда над его головой указывает место, где расположены врата ада. Да, Турин называют городом сатаны. Но, скорее всего, это территория борьбы. Я в шутку говорю, что, может быть, папство имело зуб на Турин и объявило его городом сатаны. Но есть некоторые места, которые приписывают сатане. Как, например, пьяцца Статута. Думается, что там врата ада. Есть в городе дверь дьявола. Но я повторюсь, здесь территория борьбы двух сил – добра и зла. Есть и еще одно мистическое совпадение. Расстояние между Турином и Римом, крупным религиозным центром, ровно 666 километров. Быть может, это вовсе не случайно. Ведь именно в Риме расположена церковь Санта Мария Делла Кончицони, которая известна как один из самых зловещих архитектурных объектов Европы. Стены украшают узоры, выложенные из человеческих костей. С потолка свисают абажуры из позвонков. Скелеты с накинутыми на голову капюшонами стоят вдоль стен. Возможно, именно эта церковь стала прототипом знаменитой часовни в Седлецком монастыре. Сегодня она известна под именем Косница. Этот ужасающий архитектурный памятник находится в Чехии, недалеко от городка Кутногора. Все украшения, буквы, пирамиды и даже люстры сделаны из человеческих костей. В Коснице собраны останки 40 тысяч человек. Необъяснимое поклонение черепам встречается не только в Европе. Этот культ широко распространен у американских индейцев. И связан с так называемыми хрустальными черепами майя, загадочное происхождение которых не дает покоя ученым. Самый знаменитый хрустальный череп был найден в 1927 году в древнем городе Лубантун на территории современного государства Белис. Голова вырезана из чистейшего горного хрусталя и отполирована столь идеально, что вручную на это ушло бы 700 лет. Но как древние индейцы смогли обработать цельный кусок одного из самых твердых минералов, разрезать который можно только при наличии современных технологий? И кто на самом деле изготовил череп так осторожно, будто и вовсе не прикасался к нему в процессе обработки? Неужели хрустальные черепа дело рук человека? Полировка тонким речным песком, полировка, которая могла производиться в течение многих лет, не говоря же о том, что такое количество технологических умений, которыми обладали они, утрачены? Мы до сих пор не знаем состав многих драгоценных металлов, как египтяне древние создавали какие-то сплавы, как они получали вот тот или иной цвет и многое другое. А мезоамериканцы, какое количество усилий и часов было потрачено, например, на изготовление вот этих тысяч и тысяч кельтов и изображений, статуэток и масок из нефрита? Твердость нефрита ниже, чем у кварца. Но у этой горной породы есть особенное свойство. Специалисты называют его высокой вязкостью. То есть этот камень очень сложно расколоть на куски. А по прочности нефрит можно сравнить со сталью. Находит какой-то небольшой, назовем булыжником нефрита, вот, находит кусок нефрита, так сказать. Как его обработать? Ведь от него невозможно никакими другими материалами, топорами из других материалов отбить никакой части. И, тем не менее, делались изумительно красивые маски, не брельефом, а полностью в круглой скульптуре, с огромной статуэтки из серпентина и нефрита. И поэтому история с этими черепами, вот, записанными в подделке, я понимаю, не говорил бы столь однозначно. У индейцев существовал культ мертвых. Они не только поклонялись черепам, но и делали из них ритуальные маски, украшали пластинами из драгоценных металлов и камней. Изображение черепов – это совершенно мезоамериканская традиция. Ну и праздник смерти, который называется праздник мертвых, поминание умерших у мексиканцев, это же действительно самый главный праздник года. Впервые праздник мертвых появился еще у древних майя, которые населяли территорию современной Мексики. Ученые уверены, этому ритуалу никак не меньше трех тысяч лет. До испанской колонизации в каждом доме хранились настоящие черепа умерших, как правило, родственников. Эти раскрашенные черепа, ведь, ну сейчас, скажем, у городских жителей в городах это уже не принято. Но на городских окраинах, в маленьких городках и все, и в селах Мексики день поминания душ умерших – это же большое торжество. Культ Санта-Муэрта – Святой Смерти. Так называется целая религия в современной католической Латинской Америке. Корни этого почитания уходят в далекую древность. Еще Кортес во время завоевания Мексики наткнулся на храмовое здание, доверху заполненное человеческими черепами. Их было не менее ста тысяч. Майя хранили черепа, потому что череп – сосуд души, то есть жизненная субстанция. И именно туда возвращается душа. И вообще иметь рядом череп предка и обращаться к нему – это же он самый главный посредник между семьей и богами. Но как у индейцев появился этот странный культ поклонения черепам? В древних кодексах, а именно так называют рукописные книги Майя, которые первым расшифровал советский этнограф Юрий Кноразов, говорится следующее. 13 хрустальных черепов существуют с тех пор, когда Землю населяли 12 инопланетных рас. Для полировки черепов они использовали высокие технологии. Впоследствии пришельцы оставили черепа атлантам, а те передали их Майя. В эзотерической литературе распространено представление, что все они должны быть из хрусталя. Но это неправда. Сами Майя считали, что черепа такие же пестрые и разноцветные, как наш мир. Один из них действительно прозрачный, из стекла или горного хрусталя. Есть голубой, по-моему, из малахита или бирюзы, зеленый, и даже красный, возможно, из рубина или граната. И вот один, как я уже говорил, из обсидиана. Похожие черепа находили по всей Центральной и Южной Америке. Сегодня их насчитывают 49. Но большинство из них далеки от совершенства. Древние Майя рассказывают, что хрустальные черепа изготовили белые боги. Их предки изгнали богов со своей земли. А когда Майя поняли, что совершили ошибку, они стали мастерить копии вещей, которые им оставили небожители. Они надеялись, что боги вернутся к знакомым предметам. Так появились грубые копии хрустальных черепов, которые Майя делали вручную. Так может, этим и объясняется происхождение культа Санта-Муэрте. Черепа изначально преследовали ту же цель – вернуть на землю богов. А со временем этот обычай трансформировался в карнавал. Крустальные черепа, они также имеют, по-видимому, возможность быть вписаны или активизировать возможность вписывания человеческого сознания в поле Земли. Поэтому через них можно легче выходить на контакт с Землей или с космосом. Собственно, они были сделаны как некие инструменты для обучения развития вот этих вот сверхспособностей человека. И призваны, так сказать, здесь вот для определенных уровней посвящений через человеческое сознание, через форму этого хрустального черепа выходить на другие планы. Изучая хрустальный череп, найденный в 1927 году в Лубантоне, эксперты пришли к невероятным выводам. Касаясь его в разных местах, они испытывали отчетливые тепловые ощущения. А иногда чувствовали вибрации, как от источника энергии. Такие же ощущения испытал и владелец еще одного черепа майя – исследователь Томас Риттер. Когда я держал череп в руках, я видел картины. Я видел древнюю Мексику, Тибет. Как будто я своим внутренним взором смотрел фильм. Я не знаю, сколько прошло времени. Секунды или минуты, сколько я держал череп в руках. Чтобы найти этому объяснение, он отправился в научную лабораторию Глаухау. Ее сотрудник Райнер Лауп провел серию опытов и убедился в невероятной энергетической силе, заключенной в черепе. С помощью этой системы, разработанной русскими и французскими учеными, была исследована межклеточная жидкость. В результате мы выводим на экран проекцию каждого органа и можем установить, в каком этот орган находится состояние. Позитивным, негативным, какой процент поражен. Эти исследования мы можем провести в нашей лаборатории. Исследования показали, что при контакте с черепом, человек попадает в поле действия его энергетики. Невероятно, но он оказывает влияние на межклеточную жидкость и выравнивает энергетический баланс организма. Каждый орган отражается на экране. Сначала мы провели измерение без черепа. Потом дали человеку в руки череп и повторили исследование. На экране отчетливо были видны позитивные изменения. Сначала орган частично был даже желтым, изнуренным. А на втором снимке уже все нормально. Желтизна пропала. Это на любом органе. Если на первом снимке орган был несколько поражен, то на втором этот орган уже здоров. Оказалось, что энергетика черепа влияет на любую жидкую среду, в том числе и на обычную воду. Через систему собственных биочастот мы перенесли энергию черепа на воду. Потом мы решили выяснить, что произойдет, если человек выпьет эту воду. И снова были зафиксированы позитивные изменения в организме. Для того, чтобы этого достичь, хватает буквально одной капли воды. Очень мало. Потому что вода является накопителем и переносчиком энергии и информации. Вода – носитель энергии. Проведенные исследования подтвердили уникальные свойства такой воды. Она оказывает положительное влияние на здоровье. Да, ее можно пить. Берем стакан воды, четверть литра или больше, пол-литра. И добавляем 2-3 капли воды, заряженной черепом. Можно пить, можно втирать в тело. Применять можно как внутрь, так и наружно. Известно, что в Древней Мексике черепа использовали в лечебных ритуалах. И действительно, хрустальный череп может даже снять спазмы и боли. И интересно, что многие люди, у которых были проблемы со здоровьем или душевные травмы, когда что-то не ладилось в личной жизни или на работе, все они говорили, что у них возникало чувство, что череп оказывает на них позитивное влияние. Согласно индейской легенде, в черепах можно увидеть день, когда вернутся боги. Исследователи высказывают версии, что хрустальные черепа когда-то служили своего рода приемопередатчиками, которые функционировали в диапазоне психических энергий и мыслительных образов. Они передавали информацию даже между галактиками. Как рассказывает та же легенда, однажды с неба спустился Кукулькан, белокожий бог с Венеры. Он научил индейцев строить города, подарил им письменность, астрономию и календарь. Немецкий математик Йоахим Ричтик более 40 лет исследует древнюю цивилизацию индейцев майя. Он расшифровал Дрезденский кодекс, одну из четырех рукописных книг этого народа. В этом документе содержится очень много информации, например, о длине земной орбиты, о плеядах. Но там есть не только астрономические, но и математические данные. Множество сведений о календаре майя. Чтобы получить такие данные, древним майя пришлось бы наблюдать за движением планет в течение 10 тысяч лет. Или эти расчеты им передал тот, кто подарил хрустальные черепа? Основная часть Дрезденского кодекса посвящена астрономическим таблицам. Например, фаза Венеры. Майя знали, что Венера это и вечерняя звезда, и утренняя звезда. Во-вторых, этот кодекс касается истории индейцев майя, включая их правителей. Кроме того, он рассказывает об их религии и их богах. И это очень важно. Но откуда взялись эти древние источники, из которых майя черпали информацию? Последние находки, сделанные в Гватемале, позволили прийти к невероятным выводам. Оказывается, письменность майя намного старше, чем предполагалось до сих пор. И коренные жители Центральной Америки использовали для письма и иероглифы еще две с половиной тысячи лет назад. Российскому историку Юрию Кнурозову первым удалось дешифровать письменность майя. Он совершил открытие, над которым безуспешно бились поколения ученых. Говорят, что в состоянии медитации, как будто потусторонние силы помогали ему понять сложные иероглифы майя. Подтвердить это не сможет никто. Так или иначе, Кнурозов совершил практически невозможное. Мне удалось расшифровать лишь даты, но не сам текст. А текст и его слоги раскодировал советский этнолог Юрий Кнурозов. Но мои числа неожиданно совпали с датами солнечного затмения, записанными майя. 14 сентября 1224 года, и у майя та же дата. Я тогда закричал, да, вот оно полное совпадение. После десяти лет трудов. Мексика, здесь в диких джунглях, в 1952 году, археологическая экспедиция Альберта Русса находит древний город Поленке. Среди других особенно выделяется храм Черепа, получивший свое название из-за скульптуры на фасаде. А еще легендарный храм надписей. Это пирамида, под которой захоронен самый выдающийся император майя, Покаль. Его гробница предмет неутихающих споров ученых. Саркофаг закрыт пятитонной плитой с великолепным барельефом. На рисунке пристегнутый к креслу пилот в скафандре с дыхательным аппаратом. Рядом пульт управления космическим кораблем. Перед ним рычаги. Позади энергоустановка и сопло с реактивными струями. Я очень часто бывал в Поленке. Там удивительные надписи. Я по-новому перевел все сведения, содержащиеся в этих письменах. Их хватило бы на целый книжный том. Пирамиды с письменами. Три стеллы. А в центре, под пирамидами, надгробная плита. Под этой плитой покоится один из правителей майя. А надпись на ней гласит. Здесь похоронен Покаль Великий. Он дожил до 83 лет. Но когда могилу вскрыли и исследовали скелет, который в ней находился, было установлено, что это скелет не 83-летнего, а 40-летнего мужчины. Однако многие продолжают заявлять, что это сам Покаль. Хотя это не так. Так кто же на самом деле нарисован на плите? И почему древние индейцы на века сохранили его изображение? По одной из версий, Покаль и есть тот самый Кукулькан, спустившийся с небес. Бог, который жил вместе с индейцами майя. Анды, озеро Титикака, 3854 метра над уровнем моря. Развалены мертвого города Тиоанака. По мнению ученых, городу не меньше 15 тысяч лет. Объект, который сохранился лучше всех, называют вратами Солнца. Вес блока, расписанного изображениями крылатых существ, около 10 тонн. Изготовлен он из гранита, настолько твердого, что ни о какой шлифовке примитивными инструментами и речи быть не может. Судя по размерам города, он был построен для жителей ростом не меньше трех метров. Как рассказывают местные легенды, здесь и появилась человеческая цивилизация. Еще одна древняя легенда повествует об Ариане, белокурой богине, которая прилетела на землю на золотом корабле. Спустилась она на остров Солнца на озере Титикака. Люди, которые прилетели вместе с Арианой, имели перепонки между пальцами. От браков пришельцев с семью десятками индейских женщин родились здоровые дети. Их потомки, племя Аймара, и сегодня живут в Боливии и Перу. О существовании рыболюдей с перепонками между пальцами, которые прилетели с далеких звезд, говорится и в других древних записях. Древние свидетельства, например, Индии, говорят о водном происходении человека. У нас очень много общего с водными обитателями. Например, если мы пооружаемся в воду, то наше сердцебиение замедляется на автомате. Это бывает только у водных обитателей. У обезьян такого не бывает. Мы не покрыты шерстью, как обезьяны. Мы имеем подкожный жир, как у дельфины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Острово и место на этом острове. Одна только цель может быть, что там, в этом месте, что-то надо искать. Вот там и находится послание наследия этой цивилизации. Но что за вещь там находится? Какое послание оставили нам древние цивилизации? Что хранится в подводных лабиринтах озера Титикака? И какую тайну оберегают потомки древних индейцев? Он утверждает, что их привезли с планеты, со звезды Сириуса. И знают об этой звезде очень много фактов, которые неизвестны были науке до последнего мгновения. Они знают, что там тройная звезда Сириус, который увидеть неброшенным глазом невозможно и ни в какой телескоп пока что увидеть не удалось. А они знают и подтверждаются наукой, что действительно там что-то такое есть. Вот. А наш календарь, между прочим, создан не по наблюдениям за восходами Солнца, что было бы логично, а по наблюдениям за восходами звезды Сириус. Веракоча. Так инки называли еще одного бледнолицого бога, который спустился с неба и научил их медицине, металлургии, ткачеству и сельскому хозяйству. Эти создания, которые прилетали на нашу планету, они и сегодня могут контактировать с нами. И если найти это место, где появлялся Веракоча, значит найти нечто, известное как звездные врата или дверной проход в другие измерения. Современные индейцы говорят, что кто-то может хранить эту информацию, и кто-то может повернуть ключ, чтобы открыть эту дверь в другое измерение. Говорят, что поля, расположенные на горных склонах террасами, придумал бог Веракоча. Интересно, что такие поля существуют в высокогорном Мачу-Пикчу, расположенном на территории Перу. Происхождение целого города, к которому нет дорог, современные ученые не могут объяснить до сих пор. Круглый год в Мачу-Пикчу благоухали сады. Их орошали каналы, колодцы и купальни, выстроенные в технически сложную систему на высоте почти двух с половиной тысяч метров. Для того времени эта ирригационная система кажется просто невероятной. Дворцы и дома Мачу-Пикчу сложены из гранитных блоков, подогнанных друг к другу без использования скрепляющих растворов. Некоторые глыбы имеют до 30 углов, а сами здания выстроены с невероятной точностью. Если предположить, что сюда пролетали некие такие инопланетяне, по какому принципу они прилетали, для меня остается полной загадкой. Потому что во все те места, которые они прилетали, в настоящий момент это является самыми дикими местами. По уровню цивилизации, по уровню человеческого развития и по уровню цивилизационного развития. Что Междуречье, что Египет, что Латинская Америка, что Индия, Шамбал и со всеми делами. То есть это наиболее дикие и мракобесные места. Наибольший интерес у исследователей Мачу-Пикчу вызывает так называемый камень солнца Интюатана, который служил солнечными часами. Отсчет времени индейцы вели по тени, которую отбрасывал гранитный выступ. Так определяли не только время суток, но и время года. Но разгадать секрет точности этих часов не смогли даже американские специалисты. Одной из самых больших загадок остается и судьба жителей Мачу-Пикчу. В 1532 году его население, а это почти полторы тысячи человек, загадочным образом исчезло, оставив вещи в домах. Хотя испанские конкистадоры обошли город стороной. Очевидно, что этот портал – ворота. Они работают как в направлении отсюда туда, так и обратно. Интересно также и то, что из этого района постоянно приходят сообщения о похищениях. Иногда эти похищения проявляются в форме того, что люди говорят, что кто-то похищен странным существом. Но есть также истории, когда исчезает половина целой деревни, либо часть цивилизации просто стирается. Даже если есть люди, которые говорят, что мы являемся потомками тех людей, исчезнувших, это не отменяет тот факт, что часть цивилизации просто испарилась. Есть версия, что индейцы использовали для мгновенного визуального перемещения в любую точку Вселенной хрустальные черепа. Согласно легенде, высшие существа при помощи черепов общались со своим миром. От них майя и узнали этот секрет. В этих черепах может накапливаться энергия космического разума, разума Вселенной. И поэтому считается, что разные черепа в разных частях Земли, они как бы являются проводниками, некими фокусами вот этого вселенского разума, так сказать, бога-творца, да, и позволяют как бы держать контакт между сознанием Земли и сознанием Вселенной. Множество легенд о богах-пришельцах сохранилось у индейцев Хопи, большая община которых проживает в Аризоне. Себя они считают родственниками майя. Как рассказывают Хопи, обработки металлов, азам астрономии и медицины их научили посвященные, которые спустились с неба из места под названием Тонаотекха. Хопи называют их Кочинос. Американский исследователь Гарри Дэвид сопоставил древние сооружения Хопи с расположением звезд Ориона, найдя на Земле проекции двух одинаковых рисунков этого созвездия. Он обратил внимание, что эти культуры наносили на карту места, где они строили свои долины, созвездия, точно определяя Уран, Сириус и все остальное. Они в основном рисовали что-то, что приходило на Землю и делало жизнь. Мы обнаружили, что там нарисованы создания, которые действительно не являлись людьми. Мы можем их назвать духи, мы можем назвать их инопланетяне, но я предпочитаю их называть нечеловеческие интеллекты. Исследователь Гарри Дэвид особенно выделяет звезду Ориона, которая напоминает наше Солнце и находится на расстоянии 26 световых лет от Земли, что с точки зрения гипотезы о палеоконтактах относительно недалеко. Наконец, три расположенные в Аризоне горы, Хемфри, Агасис и Фримонт, индейцы Хопи считают местом обитания своих учителей Кочинос. И это тоже указывает на пояс Ориона из трех звезд. Эти создания приходили со звезд вниз на Землю и вступали в контакт с теми существами, которые жили здесь. Люди связывались с этими нечеловеческими интеллектами на очень глубокой основе. Это длилось очень долго, и все, что они еще надеются сделать сегодня, это продолжить этот цикл. Это одна из причин, почему сообщества коренных американцев весьма неохотно принимают белых людей в свои племена. Потому что они чувствуют, что мы пришли к ним наблюдать, мы пришли к ним анализировать, а не участвовать. В пользу теории палеоконтакта говорит и странный обряд деформации головы, который до недавнего времени существовал у многих индейцев и уходит корнями в глубокую древность. Что если боги имели вытянутую форму головы, и люди стремились им уподобиться? При раскопках среди удлиненных черепов найдены и такие, которые вполне могли принадлежать пришельцам. Они имеют аномальную форму и размеры, в два раза превышающие человеческие. Более того, среди хрустальных черепов тоже есть так называемый череп инопланетянина, который получил свое прозвище из-за удлиненной макушки и строения челюсти. В 1999 году череп изучили шаманы, которые хранят ритуалы древних майя. Они заявили, что узнали реликвию майя, которая, по легенде, попала на Землю из созвездия Плеяд. Мы знаем, что относительно недавно, 3-4 тысячи лет назад, жили поколения, которые были гигантскими. И, возможно, скелеты, которые периодически находят, принадлежат этим гигантам. В ряде случаев мы находили людей с ненормальным черепом. Мы находили ненормальные скелеты в определенных местах. И мы пытаемся это объяснить. Вероятно, для этих летающих богов и предназначены рисунки в перуанской пустыне Наска. Огромная площадь покрыта фигурами и линиями, увидеть которые можно только с высоты птичьего полета. Изображение птиц, животных, геометрических форм и нечто похожее на человека в скафандре. Геоглифы достигают нескольких метров в длину, а борозды идут по всей поверхности, независимо от рельефа, и имеют трехметровую ширину. Очевидно, что человек не мог увидеть результатов своего труда. Да и на создание этих гигантских рисунков потребовалось бы около ста тысяч лет. Изображение, сделанное с применением неизвестных нам технологий, есть и на камне, найденном в башкирской деревне Чандар. Позади меня находится зеленый дом, в котором жил Владимир Яковлевич Краев, бывший председатель сельсовета. Прямо под крыльцом у него находился большой камень, который впоследствии был известен как Дашкин камень, на котором предположительно находилась трехмерная карта района, Уфимского района, включая реки, возвышенности и так далее. Плиту, испещренную странными узорами, обнаружил профессор башкирского университета Александр Чувыров. Ну, это, конечно, большая плита. Ее размеры, вот высоту, когда она стоит вертикально, примерно полтора метра, ширина на метр, и достаточно толстая. Там толщина этой плиты сантиметров 20, наверное. То, что бросается в глаза, это вот, конечно, она каменная. Но вот верхний слой поверхности этого камня явно напылена. Часть камня была искусственной. В плите обнаружено сочетание элементов, которого в природе просто не существует. Плита покрыта тонким в несколько миллиметров фарфоровым напылением. Сделать это без высоких технологий невозможно. На самом деле, этот камень очень старый. По крайней мере, ему не менее 50 миллионов лет. Но вот, как оказалось, более точной оценке, которая сейчас фигурирует в различных материалах, около 100 миллионов лет. Вот. Ну и вот тогда это было сделано по свежим следам. Вот просто на этом камне есть, как вкраплена, вот какая-то ракушка. И там ракушка, действительно, вот я ее видел, да, действительно есть. Вот вид этих ракушек вымер 50 миллионов лет. Ученые утверждают, что на плите изображена часть Башкирии. Такая карта может быть изготовлена с помощью космических съемок с высоты тысячи километров. Более того, изображение на плите рельефное. А этого люди не в состоянии сделать и сегодня. Эта плита представляет собой трехмерную карту поверхности земли, конкретно вот того участка земли, который расположен между городом Уфо и Серитамаком. Там, действительно, вполне узнаваемо очертание вот того рельефа, который и сейчас присутствует. Ну, за исключением, конечно, вот этих необычных борозд и полос, вот, который сам Александр Николаевич считал каким-то водными сооружениями, что-то типа канала. Кроме рек, на карте изображены две системы каналов шириной до 500 метров. А их общая протяженность составляет 12 тысяч километров. Более того, ученые насчитали на карте 12 плотин, которые позволяли осуществлять поворот воды в тот или иной канал. Современное человечество не в состоянии построить то, что изображено на карте. Каналы глубиной от нескольких сотен метров до нескольких километров. Ну, и шириной, соответственно, тоже там в районе километра. Вот я помню, что он говорил, что, ну, вот, если это действительно искусственные каналы, то мы вынуждены признать, мы обязаны признать, что вот человечество на современном этапе вот ничего подобного близко построить не может. Ну, мы тут согласимся, потому что те каналы, которые сейчас прорыты на Земле, но имеют несоизмеримо меньшие размеры. Более того, современная аэрофотосъемка не способна зафиксировать дно рек. А на плите это выполнено так же скрупулезно, как и другие точки. Геофизики нашего Башкирского государственного университета, которые пробурили в нескольких местах шурфы и убедились, что действительно вот в том месте, где изображен вот этот канал, там просто какие-то намытые осадочные породы. Там нет каменных уступов. Происхождение плиты до сих пор остается загадкой. Неизвестны и то, кто оставил ее, допотопные земные цивилизации или инопланетный разум. Если древние артефакты принадлежали богам, когда-то навестившим Землю, то зачем они оставили нам следы своего пребывания? Не для того ли, чтобы однажды вернуться? Существуют ли во Вселенной другие цивилизации, кроме человеческой? Чем на самом деле являются неопознанные летающие объекты? И почему люди стали постоянно наблюдать их именно во второй половине 20 века? Давайте теперь вместе с вами понаблюдаем за хронологией изучения НЛО и попытаемся разобраться. Итак, в 1947 году в США произошел так называемый случай в каскадных горах, когда американский бизнесмен Кеннет Арнольд сообщил о том, что во время полета на собственном самолете видел в небе непонятные объекты, похожие на летающие блюдца. С 1952 года в США начались официальные исследования в рамках военно-морских и военно-воздушных сил. Неофициальные исследования в СССР начались в 1970-е годы благодаря усилиям энтузиастов, например, популяризатора астрономии и доцента Московского авиационного института Феликса Зигеля. Следующий значимый этап произошел 20 сентября 1977 года. По массовым свидетельствам очевидцев над Петрозаводском появился объект по форме, напоминающий медузу, со светящимися, расходящимися в стороны лучами. Расследование очень скоро показало, что наблюдаемый в небе объект это запущенная в это же время ракета с военного космодрома Плесецк. Именно этот случай впервые попал в прессу и дал начало изучению НЛО в СССР. Официальные исследования начались в 1978 году. Теперь уже мало кого удивишь новостью о том, что Советский Союз не отставал от Соединенных Штатов в вопросе изучения проблемы НЛО на государственном уровне и даже обладал собственной засекреченной программой исследований, носившей кодовое название «Сетка». Проект существовал с 1978 по 1991 годы. Сегодня лидером в области изучения феномена НЛО является Франция. По мнению специалистов ГИПАН, в большинстве случаев речь идет о естественных природных явлениях, неправильно истолкованных наблюдателями. Часть так называемых аэрокосмических явлений типа D остаются неопознанными ввиду неточности наблюдений и низкого качества материальных свидетельств. В России действуют сотни уфологических организаций и клубов. Например, общество «Космопоиск», основанное в начале 1980-х годов, имеет десятки филиалов по всей стране. Официальные научные исследования проводятся только по программе «Сети» поиск внеземного разума средствами радиосвязи. Проанализировав весь массив открытых звезд, российские астрономы составили список из 100 ближайших к Земле звездных систем, из них 58 — потенциальные объекты сети. В последнем десятилетии с радиолокационного телескопа в Евпатории были отправлены три послания, содержащие цифровую и аналоговую информацию. Ответ ожидается не раньше 2059 года. Но пока Вселенная молчит. Результаты сети экспериментов отрицательны, и деятельность внеземных цивилизаций не выявлена. Давайте попробуем разобраться. А может, это все дело рук человеческих? Ученые по всему миру пришли к одному и тому же выводу. 80% всех наблюдаемых НЛО — это наши собственные ракеты. Казалось бы, как можно спутать ракету с летающей тарелкой? Дело в том, что как только ракета поднимается достаточно высоко, мы видим только факел двигателя и оптические эффекты. Яркий источник света играет на облаках, в тумане, испускает радужные кольца, спирали и так далее. Причем длина факела двигателя на больших высотах составляет многие сотни метров и даже километров. Самое удивительное заключается в том, что людям часто не приходит в голову, что наблюдаемые явления могут иметь отношение к какому-то космодрому. Например, Иркутск находится в 3000 километрах от Байконура, но когда стартует Союз, он проходит над нами точно через 8 минут, а над Алтаем в это время идет третья ступень. Когда мы смотрим на это из обсерватории, это феерическое зрелище. В 2009 году жители норвежского городка Тромсё были ошарашены страшным зрелищем, светящейся вращающейся спиралью, которая вылетела из-за горы. Ну что, про это можно было сказать? Конечно, это инопланетяне, без вариантов. На самом деле это были испытания российской ракеты «Булава», которая стартовала с подводной лодки в Баренцевом море. В 70-е годы прошлого века в Советском Союзе ежегодно запускалось до 120 спутников с космодромов Байконур и Плесецк, то есть каждые три дня по спутнику. Добавьте к этому запуски в США, Китае, Франции, Японии, и получите 200 с лишним пусков по всей поверхности планеты. Всё это видно на огромных территориях, поэтому люди постоянно видели большое количество странных эффектов в небе, не понимая, что происходит. Международная статистика говорит, что порядка 10% всех НЛО – это баллоны, то есть аппараты, которые легче воздуха. Если вы смотрите на них издалека, вы можете не опознать, в чём тут дело. Есть гигантские баллоны, которые поднимаются на огромную высоту. Есть шары-зонды, шары-пилоты, атмосферные обсерватории. Их носят ветром неделями на высоте десятков километров через все границы. Летательные аппараты для освещения во время ночных учений используют военные, а простые граждане любят запускать китайские фонарики по любому поводу и случаю. Ещё 10% НЛО – это земная техника. В наше время стали очень распространены всяческие дроны, количество которых будет только расти. Так что прежде чем говорить о марсианах, надо сначала перебрать все вышеперечисленные гипотезы. А может это некие явления природы? Нужно сказать, что есть и природные явления, хорошо изученные и не очень, которые иногда принимают за что-то мистическое – гало, облака, северное сияние и другие. Сейчас мы чаще всего смотрим в монитор или айфон и редко на небо, поэтому многие естественные вещи кажутся удивительными. Люди, которые жили, скажем, в 19 веке, видели тоже гало день через день, потому что в морозную погоду ледяные кристаллики в воздухе, подсвечиваясь, всегда дают оптические эффекты. Физикой это описано давным-давно. Или, например, во время вулканической активности выбросы пепла, частички которого трутся друг об друга, сопровождаются электрическими разрядами. Это изумительно красивые явления. Во второй половине 20 века были обнаружены ранее неизвестные странные электрические явления на больших высотах в атмосфере до 100 километров, которые были названы спрайтами, эльфами и джетами. Это очень красивые светящиеся фигуры, которые видно даже с МКС. В октябре 1989 года мощнейшая серия вспышек на Солнце привела к грандиозным магнитным бурям и полярным сияниям повсюду, даже на низких широтах. У нас газеты были полны сообщений, что люди видели в небе какие-то красные светящиеся шары. Это тоже не очень частое, но вполне естественное явление. НЛО, что уж греха таить, часто является и порождением психики человека. Есть люди, которые убеждены, что все это правда. Если в прошлые века народ говорил о чертях, бесах, леших, домовых, то в наше время говорят о пришельцах. В учебниках по психиатрии все это написано. Тот образ инопланетянина, который когда-то был создан режиссером Стивеном Спилбергом, оказывается стандартной картинкой для всех. Любая бабушка из самой далекой деревни или ребенок опознает этот образ. Это уже культурный код. Нужно говорить прямо. Многие НЛО — продукт сознательных мистификаций. А в наше время с возможностями фотошопа и интернета это вообще не проблема. Задумайтесь. Неспроста получается, что всплеск сообщений о наблюдении НЛО пришелся на вторую половину 20 века, что в точности совпадает с началом массового запуска спутников и ракет. В 1947 году, после окончания Второй мировой войны, американские военные начали испытывать на своем полигоне вывезенные из побежденной Германии немецкие ракеты. Попытка свести все неопознанные летающие объекты к одной причине — тупиковый путь. Причин громадное количество, и проблема эта остается открытой. Уфологам остается только систематизировать полученные от очевидцев сведения, изучать артефакты и фотографии на предмет фальсификации. И если инопланетяне действительно посещают Землю, то они еще не раз напомнят человечеству о своем существовании. А как вы считаете, существуют ли в действительности эти все неопознанные летающие объекты? Или нас просто водят за нос? На сегодня все. Понравилось — поддержи. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на наш канал.